Поступил такой вопрос. Вопрос по обрезке яблони. Яблони 40 лет, сорт Антоновка. На высоте метр двадцать ствол дал три разветвления. Три больших ствола. Около яблони выкопан колодец. Мне кажется, это никак не мешает. Сейчас стали появляться новые ветки. Как сформировать новую крону? Сроки обрезки. Вопрос поступил из Подмосковья. Северо-западный район. Я хочу ответить на этот вопрос. Детально. Почему детально нельзя ответить? Потому что каждое дерево... Нет абсолютно похожих деревьев. Это, так сказать, геометрически не совпадает. Потому что каждый раз надо думать над каждым. Я так полагаю, что если эти три ствола идут, значит, это просто пошли ветки растить с близкого расстояния друг от дружки по стволу. Такая крона непрочная. Она рано или поздно может разломиться. То, что у вас появились новые ветки, конечно, из них можно сформировать новый ствол. Только что надо обязательно соблюсти? Не надо сразу вырезать все три ствола. Дерево понесет большую утрату органического вещества, которое не сможет восстановить за одно лето. Поэтому можно выбрать, ну, какой-то ствол хуже вам больше мешает, какой-то меньше, выбрать какой-то ствол, найти на нем нужную ветку. Причем не обязательно ствол обрезать на кольцо, до основного ствола. Можно делать на боковую ветку, если она хорошо расположена, просто отступая от ствола и тем самым меняя характер кроны. Значит, при этом, обратите внимание, или вы режете так, что нов растущая ветка сразу заменит старую ветку, или же, если такого нету, может быть, отрезать, отпилить этот ствол, который вы решили убрать, из трех один первое лето. Делать... Сейчас соображу. Делать обрезку не... На защитное звено. Что такое защитное звено? Защитное звено – это боковая ветка, пусть она даже небольшая, но ее не срезают, ее оставляют около среза основной большой ветки. Для чего? Она помогает зарастанию раны, потому что она образует все время органическое вещество, у нее же листья, и рана заживает потом быстрее. При этом надо обращать внимание, куда растет эта ветка. Либо она растет вниз, тогда она вам не годится, потому что она пойдет к почве. Либо она растет вверх, вбок, внутрь кроны. При обрезке обращайте внимание на это. То, что вы, предположим, раньше не делали обрезку. Не надо бояться. В каком плане? Запоминайте, что вы думали так или так. Выбрали какой-то вариант. Так вы потом смотрите, ваш вариант удачный или, наверное, был удачный тот. У вас еще две ветки впереди. Значит, вы тоже можете потом постепенно посмотреть. И из тех веток, которые начали расти, смотрите, тоже формирование, чтобы они вам снова не дали такую как бы вазу из трех веток. Почему все три ветки срезать нельзя? Такие деревья могут за зиму погибнуть. Потому что дерево уже возрастное, и оно не сможет потерю восстановить. Значит, вот одну сделайте ветку и проверьте, как у вас получится. Если удачно, на следующий год можно попробовать следующую. Время обрезки весна до распускания почек. Допускается в некоторых случаях до цветения. Если уж прямо не минуча, то до цветения. Срез, конечно, большой получится, его надо замазать. Если вы, причем опиливая эту ветку, сначала подпилить ее снизу, а потом сверху, чтобы не получилось разрыва, разлома. Потому что разломы плохо заживают. А спил он неровный. Поэтому с краев зачищают ножом, чтобы зарастание легче шло. По-гладкому. Зарастание будет идти от коры к центру. Постепенно.